Голубка Лан-фра, лан-фра, лан-та-ти-та, Там свеж ручей и трава густа, Постель из ландышей пуста, Летит мой сад, Голубка. Я! Наверное, есть профессии, где до бесконечности можно, Может быть, писатель, может быть, композитор, Но артист должен выходить на сцену и выносить его должны. А выйти Гоголем… Конечно, здорово! Смотри-ка, ему девяносто пять, а он ещё ходит! Вот тут браба! Это хуже нет, когда тебя жалеют на сцене. Ай, Бог ты мой, во что же он превратился! Такие примеры есть, были и будут, наверное И все-таки они молодцы Я когда смотрю на бодрячков, которые и за 90, и в 90 выходят И откуда ты у них? Они, черт не знает, они молодые Я вот не могу, я не чувствую себя молодым И я так рад, что я чувствую себя старым, потому что таких практически нет А я единственный, кто чувствует себя старым и чувствует себя хорошо Спасибо любому Ты считай, что вы, я лет на 15 придерживаю Спасибо большое, что вы пришли, Михаил Сергеевич Огромное спасибо Спасибо за приглашение Год мы воспитались, и вот мы очень рады Потому что уж, наверное, тысячу раз вы слышали, что вам говорят, что вы, конечно, легенда Вы тот артист, которого мы знаем сердце, на котором мы воспитывались Вы знаете, сидел Женя Дядлов, и он сказал Послушайте, а будет Михаил Сергеевич, у меня к нему профессиональный вопрос Мне так интересно, именно той старой артистической школы, что ему запомнилось больше всего И даже не преподаватели, которые работали, а спросил Михаила Сергеевича Какие коллеги на него позже произвели впечатление? Какие остались вот те воспоминания от старой доброй советской школы артистов? Очень сумбурные воспоминания, но это близкое знакомство со всеми великими артистами Это впечатлялось сильно очень, начиная от Черкова, Бабановой И всеми артистами БДТ, и Смолтуновский, и Луспекаев, и Юрский, и дядя Коля Трофимов, и Медведев, и Ковель В общем, и Стржетчик, конечно, и многие-многие другие, всех не перечислить, но это такое количество фантастичных артистов, которых можно было увидеть вживую Это удивительно, конечно И это учение не только на сцене, но и за кулисами, и в ВТО, за столом, в ресторане Манера их говорить, о чем говорить, каким юмором они пользуются, что для них смешно, что нет Показы, всевозможные зарисовки актерские А потом, конечно, молодые артисты, которые пришли в Театр Комиссаржевской Это Костя Григорьев, Особик, Овсянка Тогда они еще были достаточно молодыми, но это была совершенно новая поросль И если ко мне, в общем, относились довольно снисходительно старшие поколения, то молодежь ко мне относилась почти на равных В общем, принимала свою компанию А для меня это было самое главное, быть причастным вот к этой фантастической стае Я мог залить любое место, лишь бы меня не прогнали, как гадкого утенка от этих очаровательных лебедей Вот, наверное, вот эта атмосфера Я был потрясен тогда, мне казалось, это нормально, что все, что они делают, они делают для своей работы Это их так увлекало, они хотели смотреть работы своих коллег во все театры, обсуждали эти вопросы Труппа принимала нового артиста на новую роль, как он справился, не справился Кино стояло в стороне, хотя, конечно же, Капелян снимался очень много, и я с его сыном учился в институте И часто к нему домой заходил, и к Лебедеву, и к Товстоногову Но вот не о кино было речь, было речь о театральном, а о актерском мастерстве, о ремесле Ремесло — это было серьезное тяготение всех к науке, к актерскому мастерству Это, конечно, Алиса Брунна Фрейлих, которой можно учиться до сих пор, и все равно не научишься Это огромное количество просто замечательных артистов, которые, как Танислав Бурганович Стрижечек Это что-то выпадает из понимания моего знания актерского мастерства, потому что это выше, чем актерское мастерство Хотя вот среди великих мира сего они обсуждали любого, будь то Симонов, будь то Стрижечек, будь то Фрейлих Всегда находили какие-то изъяры Но вот тут он что-то сыграл не так, как мог, не в той тональности, что-то он ошибся На мастерстве проскочил эту сцену, очень серьезно относились к этому Очень ценилось тогда, а я присутствовал во многих спектаклях, литературная редакция, где ставили замечательные пьесы, телевизионные спектакли Там участвовали все от Барышникова до Юрского, которые сыграли огромное количество фантастичных ролей И, конечно же, Александр Аркадьевич Белинский, который пригласил сниматься в «Мертвые души» Луспекаева на роль Ноздрева, выше чего я до сих пор не видел, и, слава богу, это осталось на пленке В общем, вот такая была атмосфера, очень доброжелательная, преемственность существовала Старики не внушались пообщаться с молодыми ребятами, дать им несколько советов Или не обращать внимания, или, если они чувствовали, что в них что-то есть перспективное, посоветовать Но это и череда была последствиями, потому что, если один из них, будь то Евгений Павлович Леонов, который бы не показывал, как нужно играть Сильву, то после него сыграть было невозможно, потому что это так здорово, что ты терялся Или стрельжащик показывал мне, как нужно играть Тартюш, как Тартюш соблазняет женщин Он им показал, это была какая-то такая пластическая Камасутра Вроде бы там такая не очень сексуальная сцена, но он, так это, вот как он подходит, вот как он к ней А ты, Мишка, что ты, нет, ты очень просто это делаешь И когда он это сделал, я повторить не мог, но и сцену провалил Так что нужно было очень аккуратно относиться к показам стариков А уже молодые ребята, которые пришли в театр, это было с ними попроще Но они быстро ухватывали, самое главное, успели поиграть на сцене с мастерами Вот, ну, конкретно, у меня был педагог, который был не очень известным и интересным артистом Ну, он был педагог шведерский Вот, он дотошно объяснял, что к чему, с чем эту профессию едят Вот, и я, так сказать, старался постичь эту науку Потом, конечно, опыт уже дает возможность соображать, что ты делаешь Потому что первые шаги в театре, это полное беспаминство Выходишь на сцену, язык прилип к нему Текст неизвестно, скажешь ты или не скажешь, очень сложно Но вот этот момент, когда ты переходишь и уже понимаешь, что дальше уже отступать некуда Надо что-то делать Или говорить, товарищ, извините, пожалуйста, я не артист, до свидания Поклониться и скорее оттуда дуть Ну, вот, надо доиграть каким-то образом Кирюха, вот ты вечно наших гостей мучаешь вопросами про образование Серег, я, если честно, устал с тобой спорить Я реально тебе говорил, что это фундамент всего Ну, сколько можно? Но ты за классическое образование Я другого не знаю Родители, детский сад, школа, институт Ну, а ты можешь что-то другое предложить? Ну, смотри, я сейчас встречался со своими однокурсниками 99% работают не по профессии Они после окончания института научились чему-то новому И в основном это онлайн-профессии То есть сейчас можно в кратчайшие сроки научиться чему-то И зарабатывать деньги, не тратя 5 лет на институт Слушай, я никогда не спорю о том, чего не знаю на 100% Поэтому, в принципе, если меняется мир, может, стоит прислушиваться Дистанционное образование, ну, наверное, за ним будущее Благо, что в России за последние годы появилось несколько крутых стартапов в сфере образования Один из которых – онлайн-университет Skillbox Их миссия – изменить мир образования в России и СНГ Используя фокус на новые, востребованные профессии Именно через технологии, инновационные методологии онлайн-обучения И весь декабрь Skillbox проводит бесплатный онлайн-марафон по профессиям будущего Среди которых дизайн, разработка игр, кино, программирование и маркетинг Если вы задумываетесь о том, чтобы перезапустить свою карьеру Или обучиться чему-то новому и быть востребованным То сейчас самое время, потому что это бесплатно Что вы узнаете? Актуальные интернет-тренды Поговорите о новых профессиях в образовании на примере реальных историй и кейсов Как выбрать профессию в дизайне, маркетинге, программировании в 2021 году Вас ждут топовые спикеры практики из крупных компаний Сбербанк, Алиэкспресс, Майкрософт и многие другие Наши частые гости – герои современной киноиндустрии Так вот, на марафоне вы также сможете узнать все о киноиндустрии в 2021 году Кем быть и как туда попасть Кроме этого, вас ждут подарки от партнеров и полезные навыки Которые останутся с вами на всю жизнь Но самое главное – вы сможете сделать первый шаг в новую жизнь А для самых терпеливых Skillbox разыгрывает несколько крутых призов Среди которых MacBook Air, iPhone, наушники Apple AirPods Переходите по ссылке в описании и получайте бесплатный доступ к марафону Когда смотришь вашу родословную в Википедии Она, кстати, вам здорово представлена Вот другого даже ощущение не могло возникнуть, что вы не станете артистом Вот это всегда, когда вы были себя, помните, ребенком, маленьким было предопределено Или все-таки вы хотели... Нет, нет, нет Во-первых, родители были категорически против Потому что они понимали, что эта профессия не сахар И попытались отдать мне музыкальную школу при консерватории Чтобы я стал солистом, пианистом И для этого были все возможности использованы И педагоги были замечательные, и репетиторы И просто общение с интересным музыкантом было достаточно обширное И какие-то были даже успехи Но я ленив очень И в театре это не самый трудолюбивый Но там без восьми часов сидения за фортепиано каждый день Ничего не получится А я это уже устал Я без двора стал чахнуть Все в футбол, все в хоккей Все там ухаживают за девчонками Все, бог знает, чем занимаются А я за черным сундуком сижу И к восьмому классу я уже мне это вот так Говорит, папа, я не могу больше всего Говорит, а куда ты хочешь? Я говорю, ну куда угодно В театральный пойду Только этого не хватало Ну хорошо, если ты хочешь в театральный, вот тебе первая роль Доиграй роль пианиста до 11 класса Я, скрипя сердце, доиграл роль до 11 класса А потом уже пошел в театральный А тем не менее, пианино, оно же помогло вам тоже в жизни? Ну если честно, только пианино и помогло Если бы не пианино, меня бы не взяли в театр Потому что я очень средне показался Никакого впечатления не произвел Я мало что умел Единственное, плюс мой Я играл на гитаре, на фортепиано Владимир, ты играешь? Да-да-да, а ну-ка сыграем А на гитаре? А, и ты поешь еще? Ну, в меру своих сей Алло, Боярский в театре Генцовета Все, вот это мне помогло Папа с мамой добили меня до 11 класса Если бы у меня не было никаких бонусов, мне бы не взяли Ну, и гитара-то принесла вам тоже большую известность И я даже не знаю, порой вы не ощущаете себя больше? Нет, не ощущаю больше, нет Потому что ваши шлягеры-то они стали тоже тогда на мою стороне Шлягеров не было никаких И все это композиторы замечательные Гладков, Дунаевский, Резников и так далее, и так далее Витя Лебедев И это просто везение Потому что они старались как можно лучше написать к кинофильму или к спектаклю И эти песни, вне зависимости от того, кто их бы исполнил Они становились шлягерами, начиная от Пара-Пара Которая в Магдавине Оказову воевала всю страну А это Дунаевский, это Ряшенцев Я сам не написал ни одной песни И не напишу Потому что я не способен на такие подвиги Потому что стыдно Почему есть много известных людей, которые не писали, но исполняли Мне кажется, Джо Кокер Пел не свои песни, но как зато Я не стремился быть певцом никогда Мне почему-то кажется, что если бы я преподавал в театральной студии То человека, не умеющего петь и не имеющего слуха Я бы просто не принимал сразу Актерское пение особое Это не требует изысков вокальных Требуется только душа и все Вы знаете, я был на спектакле, я небольшой театрал Больше, наоборот, люблю кино И меня поразила была маленькая на таганке Такой маленький зайчик, человек на 50 И там шел старший сын И я сразу после спектакля Еще в очередной раз пересмотрел Эту замечательную картину И очень интересно Вот вы работу в этом фильме вспоминаете как Потому что мне кажется, что она Именно вот такое вот Сделала вас знаменитым на всю страну Именно после этой картины Музыка 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 Когда я получил роль Сильвы, я не понимал, что я вытянул выигрышный билет. Роль не заглавная, скажем так, второго плана роль, но тем не менее она так выписана, потрясающая совершенно. И команда была потрясающая, плюс режиссер, оператор, конечно, очень хороший был, Екслер Юра, партнера замечательные и Вампилов. Но тут главное, конечно, Вампилов, это что-то невероятное. Такой пьеса, она до сих пор идет с огромным успехом в любом театре, где начинают ее ставить, она обречена на успех. Конечно, там плюс-минус лучше, хуже, но я бы сейчас по-другому, конечно, сыграл бы уже. Но тогда ошибки молодости гораздо лучше, чем опыт. А почему? Я вот прекрасно в мелочах помню эту роль. По-моему, вот Вы сыграли такого человека, который вызывает смешные отрицательные чувства, и Вам удалось это донести. Да, это плохо, но мне уже сейчас бы я так не играл. Там есть огрехи, которые, может быть, Вам незаметны, а я тоже вижу достаточно хорошо. Вот. Но, слава Богу, это прошло. В этом есть плюс в кино. Отыграл и забыл ничего не переделать уже. Так что там, как говорила Людмила Марковна Гудочка, нужно обязательно стрелять в кино, в яблочко. Если бы ты промахнулся, ничего не сделали. Тогда Раневская сказала бы, это плевок в вечность. Но в яблочко Вы все-таки попали. Все стремятся это сделать, но не каждому это удается. Поэтому я очень строго отношусь к тому, что я делал. Если я смотрю, я не люблю смотреть себя на экране, но чтобы проверить, добьются ли я того, какие задачи ставил перед собой. И вообще, стоит ли так трактовать эту роль с теми партнерами в той ситуации и так далее, и так далее. Ну, в общем, не стыдно. В общем, скажем так. Про попадание в яблочко, естественно, это роль, которая сделала Вас знаменитой. А вообще, хотел спросить, когда пришел первый раз, в каком возрасте к Вам Дюма пришел? И вот именно три мушкетера. Дюма, ну, это где-то 4-5 класс. Тогда мы дрались все во дворец, с палкой мы выскакивали. Но я дрался все время, потому что мне очень нравилась вообще военная жизнь. Конечно, Александр Невский, когда я посмотрел сразу, крышка от кастрюли, меч и друг друга бить. Вот это, ну, конечно же, с чего я начинал? Вот Александр Невский, Чапаев, сразу психическая атака. Слово психическое проводило мне какое-то невероятное. Психическая атака. Что это такое? Ну, что-то очень страшное. И потом наши. Раз, блин. Ну, это вот, играли, играли. Потом докатился до Дюма, потому что я не видел фильмов. Я просто прочел книгу, причем даже не я читал, мне брат читал. Потому что я читать не любил очень. Без картинок, тем более. Удивительно. Да. Брат мне начал читать. И говорю, ой, мне не запомнить, кто там. Подожди, давай дочитаем до половины, ты будешь знать их как родных. Ну, действительно, у меня книга привела впечатление, потому что, кроме меня, весь класс читал книгу. Надо же. И это, мы когда ездили в школу, ты какое вместе читаешь? А ты уже там подрались, а Миледи уже отравил, и весь класс гудел по поводу Дюма. Теперь такого нет. Теперь просто фильмы обсуждают. А тогда книги обсуждали, конечно, это здорово было. Когда вы роль эту получили, я так, по-моему, это, конечно, тысячи раз обсуждал, что вы могли не сыграть ее, что могла достаться роль Рашфора. И если я не ошибаюсь, если я не путаю что-то, да. Ну, понятно, что роль Рашфора, кстати, «Царство небесное» уходит люди совсем недавно. Боря Клюев. Да, да, Боря Борисов, у меня уже, Борис Клюев, да, которого, кстати, тоже мне так понравилось, когда сейчас обсуждают все, вот звезда такого-то сериала, даже не помню, какого-то сыграли. И мало кто помнит, сколько у него было интересных ролей, потому что все это стирается. Мало кто помнит, как он блестяще сыграл Рашфора. Ну, не только Рашфора, у него очень много интересных ролей. Нет, я просто именно про этот фильм говорю. Конечно же, он театральный артист, замечательный, с отличнейшей школой, с отличнейшей школой. То есть настоящий профи. Чтобы он не брался, он делает очень достойный и грамотный. Мы с годами понимаем, конечно, что мушкетеры и в книгах хороши, и на экране хороши, а в нашей жизни все чаще там бывают разочарования, и меньше в дружбу веришь, и меньше в любовь. А, ну, жизнь. А вот тогда на съемках, сколько я и маленьким, и молодым читал, я хотел все время как можно больше узнать об этом кино. То есть оно до сих пор со мной. Я недавно перевосматривал сцену, 20 лет спустя, где происходит такая разборка между Атосом, Рамисом, Портосом и Д'Артаньяном, где переламывают шпагу смехов. И вот эта вот сцена, когда идет такая клятва в дружбе, думаешь, елки-палки, как все это классно в кино. А вот тогда на съемках у вас появилось на фоне вот этого эмоционального взрыва единство такое? Вы знаете, это зависит от того, как он в настроении. Иногда рассказываешь, ох, как у нас было здорово, а потом подумаешь, дождь на улице, и вообще не все хорошо. Ну, ну что, было как было, и ничего особенного там не было. Ну, дали роль, пытался сыграть ее профессионально. Ну, конечно же, я вложил туда, так сказать, все, что знал, чтобы, так сказать, получил, чтобы, самое главное, помочь партнерам так сыграть, чтобы им было комфортно с тобой. Нет, там, конечно, было много чего хорошего. Во-первых, мы были молодыми, безумно азартными, и, в общем, как мне кажется, до конца не понимали, что мы получили в самом лучшем романе, который существует на свете о дружбе, любви, о мужестве, о такие роли. Тогда это было такое ощущение, что нам каждый день такое приносит. Я не могу сказать, что я. Приезжайте на пробы, фильм «Три мужики твердые». Ну, нет, даже не поеду. Вот и все. А, вот так вот. То есть тогда это не казалось каким-то волшебством? Тогда театр был, потому что все, что не в театре, это отвлечение. Это халтура называлось. Все, что не касалось театра, называлось всегда. Халтура. На телевидении халтура, в кино халтура, на радио халтура. Там еще где-то халтура, кружок нести халтура. Потому что театр – это святое. Туда в шляпе не ходят. Вот. И это получилось таким образом, что, в общем, и с воровистом, когда неожиданно. Я не знал, кто будет играть. Когда мы не сидели долгие вечера, они думали, а кто сможет сыграть Арамису? Давайте подумаем. А может это? Да, может нет. А может это? А кто Миледи? Нет. Мы пришли, вот это Миледи, это Дертатаньян, это Партос, это Аптос. Уже все распределено, все без нас. Костюмы шили без нас. Ну, под примерку сделали и все. Костюмы уже мерили там, на площадке. Верхом никто не ездить не умел. У меня какой-то опыт был, я в деревне любил ездить ночное на лошадях. А так мы ходили с утра на подром, там занимались. И у кого что получалось. Кто-то быстрее схватывал, кто-то менее быстро. С баллоном, с дежу саком. Вторая половина Клюева. Он фехтовал, Клюев философствовал. Он нас обучал фехтованию. Все это на месте, без долгих подготовок. Но поскольку фильм снимается не за раз, а эпизодами, отрепетировали. Ты мне к плечу, я тебе в ногу, ты мне по голове, я тебе ударю. Сюда. Ты не сюда, я тебе сюда. Перекупернуть. Стоп. Давайте еще раз. Раз, два, три. Снимаем. Сняли все. Ну, работа и работа такая достаточно плотная. Вот хотел, кстати, спросить. Именно нам-то это все не видно. Мы же изнутри это никогда не видим. Это все-таки тяжелый труд или где-то это удовольствие? Вот это все, что ты... В 20 с лишним лет это не труд. Это удовольствие, конечно. Больше себе не подскакать. Ну, что там, несложно. Конечно, можно грохнуться. Ну, Валька Смиринский, у него толщинки. Да, вот ему тяжело было. Еще жарко было. Поэтому он... Фортас. Да, в рекон. В ростовую ровную. Вот. Ему тяжеловато было, конечно. И всем было не легко, но это не... Это даже в армии сложнее слушать. Там и кирза у тебя, и копать нужно, и таскать, и мести, и колоть. Нет, здесь все-таки с тобой ухаживают красивые девочки, которые приносят тебе попить, гримируют тебя. Вот, я убираю, поправляют парики. Ну, нет, все-все цивильно, все чудесно, без проблем. Прежде всего, человек с юмором и, в общем, не сатраф, не диктатор, позволял делать то, что мы ему предлагали, или наоборот добивался того, но очень, так сказать, по-человечески того, что ему нужно. А потом такие кругом партнеры приезжает Алиса Бруновна, приезжает Табаков. И, конечно же, так приятно, что такие замечательные актеры на площадке, и атмосфера, конечно, совсем другая. И обслуживающий персонал всегда с большим уважением относился к таким артистам, когда к нам приезжали, это большое удовольствие. Кстати, Смехов, он, вот я вот даже не помню, сыграл ли он где-то еще какую-нибудь такую серьезную роль. Так в театре он полностью... Малыши смог белье, он снимался по Джеку Лондону, главную роль играла. Он в театре сыграл большое количество ролей. Конечно, нет, Виньки, Виньки хороший послуженный список. Но я думаю, что гнаться за количеством не стоит. То есть, нужно лучше сыграть одну роль качественной, чем большое количество, но не удовлетворительно. Опять-таки, то, что удавалось почитать, город, говорят, гудел. Город гудел, ну, я могу представить, чтобы молодые артисты погуливали. Это лето тоже преувеличение какие-то. Я думаю, что да, в основном нужно создать какую-то атмосферу такую романтическую вокруг съемок этого фильма. Все было очень скромно, на мой взгляд. Илья не обращал внимания, но я не очень интересовался, а как там публика смотрит. Как мы снимаемся, что мы там. Мы занимаемся своей работой, какая-то там ограда стояла, чтобы люди не попадали в кадр. Но это никто не гудел, особенно. То есть, все это где-то преувеличено, что там артисты были настоящими муштетерами. У нас где-то не снимаются даже артисты Голливуда, ну что же, на мойке, сколько снималось. Никаких там столботворений не было. Пол Маккар там выступал на Дворцовой. Ничего страшного, больше тем, кто стоял далеко от сцены, больше не было. Так что нет. Я скорее даже вопрос, еще про другое хотел сказать, что мушкетерами артисты были вне сцены. Как вы там гуляли, вот это преувеличено. Я не было особенно гулять, мы закачивали седенку сразу под душ, потому что мокрые все, грязные. Помылись, поужинали, голодные были, потому что действительно, так сказать, аппетиты были все хорошие. Мы успевали выпить, поболтать, помнить, что прошло, что готовиться к чему завтра. Надо же еще выспаться кое-как. Так, утром вставали на площадку, ну, слава богу, там, это сейчас снимают. Приходишь, внимание, мотор и до конца, пока пленка не кончится. А тогда пока привезут осветительные приборы, пока телегу притащат, пока оденут, пока обед. Ну, уже все знают, что до обеда ничего не будет. Потом, значит, репетиция, потом кто-то, ну, то есть, снимали не быстро. Поэтому у нас нет такой закваски, как сегодня. Я когда снимаюсь у молодежи, я просто обалдею. Камер 8 везде они стоят. Когда кто поставил, что свет уже готов, грим у тебя, все есть, все. А когда заканчиваем, когда текст забудешь? Я выучил до конца, значит, до конца и будем. И вот, и снято, спасибо, до свидания. Вот так. Очень убыстрился мир. Не то слово, мгновенно. Раз, все снято, все готово. Тогда пока все это. Брак пленки переснимаем. Опять то, что недавно снимали, уже отрепетировано все. Только брак был. Я, кстати, перескочу сразу на ваш последний фильм. Мы как раз с вами, когда договаривались в прошлый раз встретиться, вы сказали, что едете на четвертых гардомаринов. И я еще что заметил в особенности, что выше Радуги вы пересеклись с папой, получается, пусть там эпизодически Пресняковым, а здесь Никита Пресняков. И мне стало интересно, как все-таки поколения идут вверх. Как вам последние гардомарины? Домой вернуться. Все свои. Светлана Сергеевна Дружинина всегда в идеальной форме. Могащий за камерой, как Анка за пулеметом. Снимает быстро, хорошо. Погода не очень хорошая была, потому что там на кораблях качка довольно серьезная была. Харатьян в отличной форме, фехтует идеально. Я уже так, как раньше, фехтовать не могу, но и не нужно было уже. У меня там престарелый мой, довели едва волочить ноги, волочить. Но там у меня второстепенная роль. Там дети гардомаринов, которые отважно сражаются, добиваются того, чего они хотят. Но принять участие в фильме, который делает Дружинина, для меня большое удовольствие. Вот я как раз, это был мой свящий вопрос, вы кайфанули там вот это все. Да, 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 да. Потому что перед тем, как пойти спать, ужин, собирают все артисты, какие-то травят байки, рассказывают, как, что, чего, кто снимается, кто отснялся, что будет завтра, как, какие раны получили, как лошади себя ведут. Все хорошо, все свои, все родное, все знакомое. Вот мне, как зрителю, хотя мне говорят в комментариях чаще, что очень комплиментарный интервьюер, там, не резкий, хотя мне этого не хочется делать. Вот, знаете, 20 лет мне зашло, а вот продолжение, вот, оно мне уже показалось слишком каким-то фантастическим, конечно, так не смотрелось. Это судьба всех продолжений, или тоже время как-то свое взяло, и отошли от классической части книжки, куда-то там понесло. Нельзя делать компромиссы в профессии, я имею в виду себя, не надо было сниматься. Не надо было? Не надо было. А, вот вы все-таки так считаете? Я это считаю. Только 20 лет, или вообще уже не надо было? Это уже нужно самому, по ощущению, стоит ли не стоит. Я сразу решил, что не стоит, и, в общем, отказывался. Но там же есть еще и друзья-мушкетеры, которые говорят, ты что это отказываешь, ты что же, из-за тебя снимать не будем, фильм? И режиссер, как тебе не стыдно, мы с тобой, я тебя вывел в блюде, а ты мне такую ножку представляешь. Это перед 20-ю. Я начал с 20-ти капризничать уже. Вот. И тем дальше, тем больше капризничал, и уже точно сказал, что не буду, и подговорил других, давай, ребят, ну это какой там на том свете, может, это что за бред? Но есть, существует еще, детей кормить надо, семью кормить надо, деньги зарабатывать надо не только артистам, но и обслуживающим персоналу, и так далее, и так далее. Так что какие-то, как, а чем еще зарабатывать? Вот, меня, в общем, уговорили, я, нет, были условия, что только Дунаевский, чтобы музыку писал, я уже думал, он может не согласиться. Ну, это так получилось, что снились. Полагаю, что, в общем, это не самая лучшая наша работа. Вот, да, надо признаться, что все хотели, конечно, как лучше, никто не хотел сняться, плохо, но результата такого уже не было. Но это касается не только нас. В одну воду дважды войти очень сложно. Последующие всегда хуже предыдущего, на мой взгляд. Это редкий случай, когда, так сказать, вторая, пятая, седьмая серия могут быть равны первой. В этом плане, по-моему, есть единственный пример, не знаю, может вы согласитесь, это, как мне смешно звучит, это Терминатор 2. То есть настолько попали во вторую часть здорово, что вот она не уступает первой. А так трудно припомнить. Ну, честно говоря, я, в общем-то, не смотрел этого Терминатора. Я вообще... Ну, мы как раз 90-е. Я больше склонен к крестному отцу. Вот там все серии, которые есть в крестном отце. Третья уже не... Ну, мне лично, я по-своему сказать. И тем не менее, тот уровень, который стоит, так сказать, поучиться этому. А так вы правы, конечно, настоящие любители Дюмакса. Сложно, сложно. Когда увидели, что мушкетеры на том свете, и вот эта вот сцена с облаков, когда они смотрят, становилась грустно, если честно. Да, к сожалению. Вот, и музыка совсем уступала, это уже совсем не те песни. Кстати, опять-таки, фантастическое, я сейчас вспомнил, пересечение у нас происходит с вами в жизни, одноклассник дедушки моей жены, господин Ряшенцев. Это, конечно, невероятно, но это невероятно. И я, когда это услышал... Гениальный поэт, гениальный поэт. И он мне, дед, жены, показал томик, где было написано «Грише». И я вот так вот, там еще многое, что было чуть-чуть по-другому, чем, то есть, оригиналы, они немножко в фильме менялись, ну, какие же это... Я, например, помню все песни наизусть из этого фильма. А вот то, что вспомнить уже потом, что было в продолжениях, там уже не вспомнить. Обидно. У Геннадия Игоревича Глобкова бременские музыканты знают все. Последующие серии я знаю все и тоже почти все наизусть. Но такой популярности песни не завоевали. Однако там потрясающие исполнители и аранжировки потрясающие, и музыка, и стихи. Вот, Геннадий. А вы знаете, мне тут поспорить хочется. Во второй части бременских музыкантов некоторые прям вещи, ну, типа Магомаева «Луч солнца золотого», они там не уступают даже первой части. «Луч солнца золотого», «Зимы скрыла пелена». «Луч солнца золотого» в первой части. Ладно, не буду спорить, и мы посмотрим. Но мне кажется, когда крадут разбойники принцессу, и она заточена в замке, и Трубадур подъезжает, и по следам бременских музыкантов. Ну, не будем. По следам, да, там есть. Ну, там уже Магомаев поет «Сыщика». Что тоже невероятно. А потом уже, когда внук появляется, там замечательная музыка, потрясающая. Но уже никто ее почувствовал. Я озвучивал этот фильм вместе с Гладком. Там и Киркоров пел, и Бабкин. Кто там только не пел. К ужасу я скажу, что вот, что значит, что говорить. Я просто не знаю. Удивительно, как так складывается судьба фильма. Наверное, там решают, не здесь ли. Будет все в порядке или нет. У вас большая работа была, конечно, в первых «Гардемаринах». И роль Добрели, конечно, особенно сцена в бане, никогда не забываешь. Можно сказать, что она вот по значимости именно популярности Боярского ваша вторая работа? Или вы так не считаете? Нет, я не сравниваю степень популярности. Но работа была мне очень симпатичной, потому что одна из самых романтичных ролей – это Добрели. потому что там есть все. И все это в одной серии. Любовь, смерть, погони, песня. Ланфрен-Ланфра. Песня тоже вошла. Конечно, она такой придает аромат отношений. В мой старый сад, Ланфрен-Ланфра, Лети, моя голубка. Там сны висят, Ланфрен-Ланфра, На всех ветвях, голубка. Там есть все. Полный набор красок для романтического существования в этой картине. И образ, конечно, шикарно подобран. Такой зрелый, влюбленный мужчина. К тому же он еще и отрицательный. Это вот в этом тоже вся прелесть. Я не очень люблю играть в положительных героях. Да, интересно. Ну, так Дартанин уж не положительный же герой, правда? Убийцы самые настоящие. В день по пять трупов. Господи, что они? Еще женщине голову отрубили. Ничего. Это вопрос сейчас чуть-чуть шутит. Просто к тому, что если он вложительный, то с таким количеством отрицательных всяких качеств. Ну, солдаты. Солдаты, в принципе, солдаты. И Ряшенцев сказал, что вся мостовая парижская в крае находится. Кстати, вы с ним лично общались? Да, конечно. Я же не мог не сказать ему, что я потрясен его обаянием, гением. И той работой, которую он вложил в уста мушкетеров. Это одна из самых серьезных удач. Потому что такие слова. ФС случит. А ладонь с обережкой. Цветнут, цветнут на дне. ФС, а ладонь согреешь. Это такой романтик можно написать, сидя за столом. Вы недавно читали в «Спортэкспрессе» его разговор по пятницам? Нет, нет. Я вам очень рекомендую. Классно. Они Крышков и Глашак выдают полосы иногда. Хорошие полосы. Может быть, и вы там когда-то побывали. Я подумал, что перед интервью он ваш ярый противник. Потому что он фанат «Спартака». Я могу только посочувствовать его. Я с большим уважением отношусь. Ну, тут. Кстати, на тему «Зенита». У вас до сих пор, вот, я разговаривал с Александром Яковлевичем Разобавым. Он сказал, мой «Зенит» был мне интересен в 1984 году. Вот как у вас с тем, когда играли ребята с нашего двора и когда… Я понимаю, что имеет в виду Саша. Но я… И я поддерживаю его, потому что тот сумасшедший дворовый мальчишеский футбол, который тогда был, был азартный безумно. Сейчас он стал более академичным. Но я все равно для того, чтобы не пустить все остальные команды на первое место. Буду болеть за «Зенит», чтобы Ряшенцев не очень сознавался. Нужно все-таки держать на сквечей на расстоянии. «Зенит» опять будет чемпионом и в этом году. Потому что пока равных команд еще у нас нет. Я не могу сказать, что у нас футбол на высоком уровне. Нам до европейского футбола было далеко. И тем не менее, надежда на то, что «Зенит» сможет опять победить всех вместе с «Симаком» и с замечательными игроками, которые сейчас находятся в нашей команде, это придает силу нашему городу. Я борею не только за «Зенит», а за город, за престиж, за хорошее отношение к врагам, соперникам, с уважением к ним отношусь. Но думаю, что им не справиться будет с «Зенитом» пока. Вы с «Симаком» лично не знакомы? Знакомы, конечно, со всеми знакомы, но я не лезву в друзья. Я очень рад, что мы здороваемся. Просто «Симак» вообще производит, конечно, впечатление. Вот редко у нас бывает в таком футболе именно джентльмена, который такой во всех аспектах правильный человек. Он действительно производит такое впечатление. А вообще футбол в вашу жизнь пришел с самого начала? Вы вот так фанатично, условно, со двора, когда вас не отпускали играть? Тогда без этого просто было нельзя, потому что никаких развлечений не было. Поэтому все взрослые артисты, я уже включаю всех тех, о которых я говорил, и вместе с папой, я уже, будучи совсем школьником первых классов, уже ездил на футбол и был посвящен вообще тяжкие. Но ближе всего я познакомился с футболом, когда пришел Виктор Резников, создал команду, и там играли артисты, все, и Мигицко, Сережа из нашего театра, и ваш покорный слуга. И это придавало каких-то еще дополнительных эмоций в болении за «Зенит». Потому что мы сами играли, и играли неплохо, ездили, и в Лондон ездили, и куда мы только не ездили, играли со всеми журналистами, с таможенниками, с артистами других стран. Это было интересно, это был азарт. Но тогда были, мы здорово бегали, еще тогда были молоды. Сейчас уже, конечно, не все играют, но турниры продолжают существовать. А с Тарко команды вы... Да, имею отношение, я, наверное, в этом году тоже буду, возможно, что такая будет в Москве, там будет играть команда Тарко с чемпионами какими-то. Я вот недавно увидел в интернету классную фотку, если не ошибаюсь, из Ленкома, там стоял Абдулов, Караченцев, если я не ошибаюсь, как-то, по-моему, даже где-то Ермольник был, и очень смешной, задорный Леонов такой впереди. Вот я хотел спросить. Мы в Петербурге играли, но не помню по какому поводу, но знаешь, мы с Ленкомом играли, по-моему, неоднократно. Я не во всех матчах принимал участие, но и Магицко принимал во всех. Вот, и, конечно, Сашка смешно, он длинный, когда он несется, он очень отчаянный игрок был. Хорошо играл, хорошо. Ленком – сильная команда. Вообще, конечно, уникально разговаривать о таких людях, потому что, почему еще вот наша передача такая, потому что мало кто может и рассказать о таких гениальных людях, как Леонов. Вот я на него всегда смотрю, мне кажется, что он в жизни был, ну, почти в основном, как он играл. У него, конечно, куча разноплановых ролей, он мог сыграть и бюрократа такого злого, и доберека. Но в целом, у меня впечатление, ну, в 94-м году ушел, потому что этот человек, вот, ну, знаете, один кусок или кусочек добра. Вот какой он был в жизни? Я не буду сказать, что он был безумно добрый. Он очень колючий был, он не любил внимания излишнего. Хотя, понимаете, он, когда выходил на улицу, будь он дубленок в шапке, он все равно уже как персонаж. Он не человек, он персонаж. Кто-то в нем видит Винни-Пуха, кто-то в нем видит Сарафанова. Ну, сам по себе Леонов, он уже привлекает внимание, потому что это быть не может. Вот это что, вот живой, вот это. И тогда к нему бросаются все, и он очень в поезде сразу запирался и никого не пускал, за редким исключением. Я в Москве с ним мало общался, но вот его всегда в отдельную машину увозили куда-нибудь за город, не в гостиницу, где ему давали его спать. Отдельный номер. Он пытался всегда быть недосягаемым для общественности. Хотя, когда надо было выходить на концерт, на какой-то, на 50-тысячный стадион, делать с удовольствием. Он, конечно же, стадион взрывался, потому что пока он набегал до сцены, там уже были овации. Ему ничего и говорить не нужно было. Он мог встать и сказать, здравствуйте, я рад быть в вашем городе. Целую. И все, до свидания. Но он читал, какие-то монологи у него были. Он очень много концертов играл. Он должен был содержать семью, и поэтому львину и долю времени уделял поездкам на гастроли, концертами со своими творческими вечерами. А вы не стали заложником вот этой популярности? Когда вы поняли, что не можете спокойно выйти на улицу города или другого города? Или выйти там в бар, выпить спокойно кружку пива, чтобы вас не доставали? Я-то быстро понял, что это довольно сложно, но поэтому быстро научился, так сказать, существовать в таком внимании постоянно. Потому что я примерно уже знаю, что будет. Если зайти, туда идти не нужно. Сейчас, естественно, ими не выпишите, и морду набьют. Сюда не пойти, потому что... Но вы преувеличиваете, чтобы вам морду набил. Кому не лень, это же так престижно. Вот, поэтому научиться существовать в этом... Можно, можно, можно. Но вы не стали от этого где-то там несчастным, потому что... Несчастным нет, но раздражительным, да. Мог и послать подальше, так сказать. Но поэтому нужно избегать вот таких конфликтов, которые могут навредить и тебе, и семье. Тот же Александр Леонидович Розыбаум сказал, что из-за своей профессии он получил одиночество. Так, что он одинокий человек, и у него был такой выбор, потому что он слишком любит профессию. Что вы можете об этом сказать? Я не стремлюсь к общению, поэтому мне... Мне вполне достаточно тех людей, которыми я нахожусь, это супруга, дети, внуки. А вот что касается ушедших друзей, да, вот тогда наступает одиночество, когда просто их физически нет рядом. Физически просто никого почти не осталось. Просто записная книжка полна вычурнутых имен, и уже никому не позвонить, и никому не с кем выпить. Это ужасно, это ужасно. Потому что так все это мгновенно, все кончилось. Только что все вместе, только что в ПТО, только что Новый год, только что ты ко мне, я к тебе, ты туда и сюда. Мы споем вдвоем, ни с Витькой не споешь, ни с Сашкой не выпьешь, ни в Москве не переночуешь, ни у Баллона, ни у Старыгина. И не пойти, очень сложно, быстро все очень. Наверное, надо успевать ценить тех, с кем ты живешь в одно время. Никуда не деться. Игорь, когда ушел, и ушел очень рано. И, наверное, тоже это как, не знаю, как Лед Зеппелен потерял своего ударника, или там в 80-м убили Джона. Не хочется об этом так говорить, что-то ковырять душу, но может вспомните, как это... Я несколько по-другому отнесся к этому, ко всему, потому что, когда я хватил инсульта, я к нему в больницу примчался, но уже это был не Игорь. У него были трубки вставлены, и я сказал врачу, что если вам удастся привлечь своим голосом внимание, это будет просто невероятное событие. Я с ним говорил достаточно долго, какие-то странные слова, говорил, что Игорь, это я, вот, слушай, мы сейчас с тобой, пока я сейчас не могу долго быть, но я дождусь, когда ты придешь в себя, реабилитация, все будет, а он что-то говорил. Мне показалось, что он дернул пальцем в какой-то момент, но это было наверняка какая-то ошибка. Вот поэтому, когда я его увидел в этом состоянии, я даже подумал, а стоит ли вот так приходить обратно. Нет, это печальная история, потому что это вот случилось мгновенно, с утра дома, раз и... Да. Наша сторона, тоже мы с артистами говорим, довольно... не защищает, конечно, ни артистов, ни музыкантов. Вот, ну, наверное, может, это связано, вот, сейчас мне объясняли, с авторскими правами, потому что, казалось бы, блин, в таком-то снялся в фильме, и казалось, что... Ну, это, может, звучит по-детски, по-юношески, но кажется, вот, когда на всю страну ты Арамис, вроде, жизнь твоя должна материально быть полностью защищена, а оказывается, что все происходит по-другому, или может происходить, или люди не умеют как-то дальше себя контролировать в этом плане, идти назад... Я думаю, что каждый сам виноват в своей судьбе, и каждый устраивает свою жизнь так, как он считает нужным. Просто потом, и с возрастом, все это, оказывается, не нужно. Вот, все эти материальные блага, это все достаточно хорошо. Может быть, для семьи, может быть, для близких, но самому человеку вот эти материальные блага, какой-то черт они все нужны, с собой ничего не заберешь. А телевизионные эпопеи по поводу разделов наследства, ну, разве что для того, чтобы создать рейтинг какой-нибудь передачи, какому-нибудь каналу. Это уже позорно, бестактно по отношению к тем, кто ушел из жизни, делить их имущество прилюдно на всю страну, по-хамски. Ну, мне кажется, вы правы, что этим занимаются ровно те, кому нужно назначить эти детей. Это вообще не так, потому что нужно, как бы, не терять достоинство, честь и совесть тех вещей, которые человек немножко останавливает от его жадности. Не нужно лишнее никогда. Достаток необходим, но это должен делать мужчина обязательно, сам, без всякой помощи, чтобы семья жила в достатке. Это его обязанности. Достаток, может быть, не очень большим, но так, чтобы не нуждался никто. А вот все эти багамы, самолеты, престижные машины, это все две копейки. Это на показ. А вот смотрите, что у меня есть. Это значит, что приезжать на суд, на Майбай, это глупость собачья. Это просто вызывает отвращение у нормальных людей. Потому что вот тут я не могу не согласиться с теми великими артистами, с которыми я был знаком. Более скромных, добропорядочных, чистоплотных людей, во всех отношениях чистоплотных, я не встречал. Они не могли себе позволить на телевидении, прилюдно вообще, чтобы высказать какую-то мысль, которая была бы крамольной, или могла кого-то обидеть, или после этого на него посказали, что это надо жить неудобно, это стыдно так высказываться. Сегодня это вообще, вот той интеллигенцией, которая была, я имею в виду артистов не нашего поколения, а старшего, это были удивительные, чистые, светлые люди, которые берегли зрителей от всякой грязи, не пускали ни коим образом. Мне это было здорово. Ну, вы правильно сказали хорошее слово, что именно достоинство. И это достоинство, оно уже чувствовалось за нескольких километров, когда... Бесспорно, бесспорно. Это так. Нам далеко, да. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешние. Но вы говорите, вам далеко, а тогда что сказать, что нам далеко, тогда, потому что... Так и рассчитывайте. Потому что мне до моих родителей далеко-далеко. И по образованию, и по воспитанию, и по таланту. Вот, все-таки разбавленная вода. Есть такой момент. Так что тут нужно постараться себя оценить, чтобы никто не подумал, что ты себя переоцениваешь. Знаете, вот очень часто говорили большие артисты того времени, в котором я жил. Когда кто-то что-то делал излишнее, они говорят, не по таланту тексту набрал. Вот сейчас очень много людей, которые столько текста набрали, не по таланту. Которые показывают с утра и до ночи на телевизионных экранах. Обрыва. Неужели никто не понимает? Ни редакция, ни режиссеры, ни операторы, ни сами люди, которые приглашают. Что это тошнит от этого. Злиться не надо. Бороться с этим я не буду. Нет. Не знаю, знать не хочу. Разбирайтесь сами. Вам с ними жить? А как же так? А где же? Где же правота? Ну, вот так. Но у вас все равно, я же слышу, у вас большая горечь от этого, как и у любого нормального человека. Ну, вы знаете, что я уже понял, что умный человек ввязываться туда не будет. Я брезглив, чтобы вот мараться об этом. Нет. Что вы посмотрели вот из последнего, например, то, что у вас хоть как-то зацепило? Есть такая работа? Ну, в кино, скажем. Пусть будет, когда будет в кино. Потому что лично я, наверное, не знаю, за последние десятилетия не припомню то, что мне захотелось бы пересмотреть второй раз. Нет, есть. Есть. Я в основном довольствуюсь актерскими работами, потому что фильм, чтобы меня какой-то потряс, такого я не видел. Но еще должен вам сказать, что я сейчас не смогу не сказать точно, конкретно вот этот фильм и этот артист. Потому что вот в этот период пандемии я смотрел подряд все, что только возможно, чтобы наесться сериалами, фильмами, и западными, и нашими. И я много видел очень хороших актерских работ. Есть материал, потрясающий есть. Но почему-то вот очень слабая драматургия, очень слабая. Тем более сериальная. Там просто святых из дома выносили. И там ничего не сыграешь. Там очень сложно что-нибудь сыграть. Хотя существование в кадре достаточно достойное, органичное, профессиональное. Но этого недостаточно. Не касаются души. Не касаются. Скорость проходит все это. Может быть, какая-то неожиданная драматургическая ситуация, но которая не оставляет никаких послевкусий у зрителя. Никаких. Я не слишком строг, наверное. И могу попасться на то же, что я соглашусь с желанием что-то сделать хорошее. А вариантов никаких не будет, поскольку не за что зацепиться. Но все-таки я думаю, что лучше не делать, чем делать плохо. Я вот сейчас, пока вы говорили, вспомнил вашу еще одну роль и очень интересную работу в фильме. Вот я его несколько раз пересматривал. Хочу спросить, как вы его оцените. Это фильм «Тарас Бульба». Ох. Тут фильм очень неплохой, но все-таки повесть Гоголя настолько выше. любого прочтения, что только ее надо читать, потому что это такое глыбище. Это произведение, оно производит такое впечатление на мужчину. Я не знаю, как на женщину. Но это такие святые отношения между мужчинами, между друзьями и врагами. Которые отдают все самое святое на алтарь дружбы, товарищества. Какие слова, откуда они берут? Я даже не смог бы сказать что-нибудь подобное, когда я служил в армии. А они все это делают. И Гоголь, конечно, гений в этом плане. Конечно, Борка сделал очень серьезную работу. А сыграть мощь решила недалеко до этого персонажа. Но все-таки прикоснуться к Гоголю – это была моя мечта. И все-таки она отчасти сбылась. Да, после этого фильма Петренко даже лично общался. Я говорю, убить тебя хочется. Настолько ты вызвал этим предательством и своей любовью отрицательные эмоции. Но просто настолько образ непривычно было видеть Михаила Боярского. Вот с этим чугом, да, вот с этим… Что интересно было бы. Ну, если я был в шляпе, все-таки был бы немощен. Все-таки чуг лучше сделать. Как вам движение вверх? Знали ли вы Кондрашина? И как часто вы в те времена ходили на баскет? И может ту самую 72-го года победу как-то для нас особо? Ну, дело в том, что Игорь Петрович Владимиров, главный режиссер Театрального совета, был фанатом баскетбола. Поэтому у нас за кулисами торчали почти все баскетболисты. Ну, конечно, я ходил на баскетбол. Я играл немного в баскетбол, как все пацаны в школе. Но я чаще был в общежитии мастеров спорта на Загородном проспекте. Там, где был Саша Белов, там, где все ребята были, которые ездили за границу, притаскивали оттуда пластинки Биллс, и не только Биллс, но там было что-то поживиться после их приезда. Вспали они очень смешно. Ставили за кровать табуретки. И с многими на табуретках у них лежали. Два десять. Да. Но нас гоняли, потому что, в общем, туда запрещено было приходить. Никаких там выпивок и курения не было. Это мы, дворовые пацаны, выпивали, курили. Но к ним относились с огромным уважением. С огромным. Помните, как мы пришли с Магинцикона юбилей поздравить Анражина? Это было на корвете. Вот здесь стоит такая шхуна на Неве. А мы решили подарить ему самого высокого баскетболиста. Я посмотрел ему, я сколько себе на плечи. И дошли на огромное пальто. Так что вот пальто, и оно успешилось до моих. До пят. Получился здоровенный такой наш монолог. Был такой, что мы хотим вам подарить самого высокого. И мы стоим за кулисами, сейчас мы хотим поздравить артисты театрного совета. А там такой вход небольшой. Я нагнулся, что думаю, что можно будет распрямиться. Но там потолок был точно такой же, нишки. И вот мы с ним вот так. Меня понесло вот так. И мы с ним на самый главный стол. Он стоял букву П. Там, где сидел Кондрашин. Его друзья со всей водкой, вином или шампанцем. Рухнули, сломали стол. Все, разоделось. Он сказал, ну, спасибо большое. Мы хотели сделать, но не прорепетировали. Ну, кончилось все, конечно, хорошо все. Но были всякие случаи. Фильм вы посмотрели? Да. И как вам? А я не сужу вот данный случай, потому что такие начались распри между семьей и продюсером, что они говорят, что мы никакого отношения к этому не имели. Это не автор, не автопиографический фильм. Они не давали согласия, а мы собираемся сделать просто хороший фильм. Снято здорово, интересно сказать. Нет, наверное, если спортивную тему постоянно популяризировать, то рано или поздно появится в фильме гораздо лучше. И не только Стрельцов, и Вратарь, и так далее. А если это постоянно, и о хоккее, и «Легендам 17», и так далее, все это, если это постоянно будет конкурировать между собой, то, конечно, успехов дадутся на этом по причине обязательно. В 72-й вы помните те самые смотрели или не удалось в прямом? В прямом нет, не смотрел в прямом. Тогда и так было на всю страну это событие. 49-50, впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! Кондрашен вообще особая, конечно, тоже фигура для города. Ну, судить о том, какой он человек, я бы не стал. Потому что, несмотря на то, что Симзаком, мне он покорялся очень замкнутым. Или потому что он терпеть не может артистов. Нет, он в принципе был замкнутым человеком. Не любил ни журналистов, ни... Он был весь в своей профессии. Был весь отдан дело. Битлз как пришел в вашу жизнь? Как ко всем? Наверное, да. Ну, просто это было очень серьезное потрясение, которое, так сказать, как Тунгусский метеорит, оставило неизгладимый след в моей жизни. И, возможно, отчасти испортило меня. Потому что, если бы я не услышал таких биллз, я бы не стал заниматься подражательством, не стал бы делать рок-группу, не стал бы учиться играть на гитаре, не стал бы петь и так далее, и так далее. Потому что это просто сразу изменило мою жизнь. И до сих пор это происходит. Ну, я добился самого главного. Я увидел Пула Маккартена, мы с ним... С одной стороны, это безумно приятно, а с другой стороны, конечно, это разочарование. Это все равно, что если бы я увидел бы Атоса, настоящего, здравствуйте, знакомьтесь, Грабда Лефар. Ну, я бы помер на месте. Настоящий живой... Ну, тоже самое со мной произошло, когда эта вот сказка была, Атос Портос Армидзе Заньян. Пол Джон Джордж Ринга. Вот эти символы того, чего не существует. Только музыка звучит. И вдруг... Проходите, знакомьтесь. Этого быть не может. Не может. Вот Пол Маккартенович, он... Он как все живой, он... Кровь и плоть, это... И этого недостаточно. Он должен был... Испать... Он должен быть сказкой навсегда. Как круто. Ну вот. А он оказался человек. Это меня потрясло. И я никак не мог сообразить, что же происходит. Как же так? Это неправильно. Надо, чтобы они всегда были где-то там, и они были неприкосновенные. Это... Нельзя спускаться на грешную землю. Но музыка, которую они играли, ничуть не ниже их личностных качеств. Она может даже гораздо выше, потому что так до сих пор никто не смог. Не могли и не смогут. Это... Это настоящее. Это то, что потрясло земной шар. Все остальное здорово. И по-разному, и тембры разные. Ну нет. Того, что сделали Биллс, второй раз повторится, не может. А что сэр Пол вам сказал? Так. Он нам сказал, есть такой крутой, да и автограф. Когда меня запустили в кабинет. Потому что никого не пускали. Я единственный был. Там была Матвиенко, Ралдугин, Сережа, Хедро, Пол и я. Пять человек у нас было. Причем я последний вошел. У меня там после сумасшедшей драки между нашей охраной и охраной. Его надо спустить. Бум. Вдолгнули. Ну, есть такой крутой, да и автограф. Даже не поворачивается язык спросить далее. Еще чего. Я сам спросил потом у него. Ну да. Та же работоспособность Сэра Пола. Он прям жжет и туры у него идут и пишут. И лишь ли, если что, смущает, что не все служат его музыку и не очень она востребована, как раньше. То есть он как будто в корзине это делает. Ну, кто меня любит, пускай слушает. А кому уже нет, не звучит музыка А я вам скажу больше. Вы знаете, меня абсолютно как битломана, абсолютно, который знает там все 13 альбомов наизусть в полном порядке, меня почти не тронуло ни вот так, ну, может быть, и Мэйджин, может быть, несколько вещей, но чтобы вот так волшебно не тронуло ни одна композиция, она меня не пронзила так, как они делали это в четверг. Ну, дело в том, что я не имею права так думать, потому что это просто плохое музыкальное образование мое и непонимание глубины и тонкости нюансов Пола, Джона, Джорджа и так далее. Да, я хотел, ну, потому что я консерватор, я хотел, чтобы было всегда так, как было. Но все печет, все меняется, диалектика, они живые люди, и то, что они писали в 16 не напишется, в 66. Но с этим нужно смириться, к сожалению, все так. Значит, вот я точно говорю, нужно все-таки любого времени уходить великая, я оставил после себя. У меня странно, всегда фраза звучала, по-моему, она преджителю Владимиру Семеновичу Высоцкому, хотя я ярый его поклонник, чтобы помнили. И передача называлась, помните, что вы... А зачем? Вот ты уже в гроб говоришь, чтобы помнили. На кой мне что-то помнить-то? Не надо меня помнить. И не хочу, чтобы меня кто-нибудь помнил. Зачем? Но выжить из себя все, что... Вы меня запомнили, ну, так, тогда нам люди гиростратом, сжечь парфенон и запомнят навсегда. А что только то, что я помню? Я понимаю, ты помнишь родителей, предков своих и так далее. Это твое личное дело. А чтобы все помнили меня, это за что? Ну, за то, что я Гагарин? Где-то. Ну, по крайней мере, его можно помнить. И то, через 150 лет, кто был первым космонавтом? Чайкин? Да нет, не Чайкин. Пингвина? Да нет. Это другая птица была. Гага-гага. Гага-гага. Радио Гага. Ну, чего не вспомнить? Типа этого. И это забудется. Не вспомнит никто, воевав в 18-18-19-м году. Кто-кто. Все рано или поздно будет в компьютере. Нужно будет, нож в кнопку. Вот так было. А так, человеческая память, она не резиновая. Все нельзя помнить. А уж тем более, чтобы меня помнили. Еще вот этот мусор, чтобы у кого-нибудь в голове было. А ты помнишь, боец такого? А как? Ну, то попробую забыть. Вот, поэтому это все лишнее. И вот это, что вы помнили передачи, она только для нас, для живущих сейчас здесь. Чтобы просто каким-то образом отдать должное. Но хочется верить, что есть Моцарт, есть Бахов, есть Бегуров. Есть Иисус Христос, и что есть христиане, которые верят в то, что то, что нужно, там будет. Вот это последнее, во что можно верить. И единственное, во что нужно верить. Иначе ты можешь не верить ни в своих родителей, ни в своих детей, ни в своих внуков. А верив в Всевышнего, значит, у них все будет хорошо. Как сказал мне, Катя, товарищ, блин, круто, ты взял и оживил своих кумиров и общаешься с ними, но ведь хочется верить, что мы какое-то хорошее это дело делаем. Ну, наверное, потому что общие слова в конце должны быть оптимистичны. С одной стороны, когда я что-то делал, я не думал, зачем я это делаю. А сейчас, вот если не сказать, а сейчас, что, зачем я это делаю? Как хрен. Человек, что знает. Так, ну так, жизнь устроена, надо работать, семью кормить, доказывать свою заставительность в профессии. В конце концов, чтобы папа и мама были рады, что ты состоялся. Но вы же не можете задать себе вопрос, зачем вы скакали на лошади, махали шпагой и стали... Могу задать себе вопрос, могу, но я не знаю, зачем. Так, чтобы, так сказать, создать образ того персонажа, которым я не являюсь. Что он отважный, смелый, спортивный, ловкий. Ну да, да, молодец. Ну и что? Другой сделает не хуже. Надо над тем подумать подольше, наверное, что-нибудь написать толковое. Понимаете, когда 4 четверти пути нужно пройти кому-то, это делает Высоцкий, там ему веришь. Зачем? Все равно по попилке он пролил обиду и кровь. А надо и веришь ему, потому что он находит ту страсть, которая тебя повергает. Настолько она убедительна. Вот если у тебя неубедительность в чем-то есть, тогда я не суюсь. Вот у меня убедительности нет, я не знаю. Почему вы так? Я как будто вас уговариваю в том, что, например, мушкетеры признаны всем миром, советские мушкетеры, лучшие экранизации, например, этого романа великого. И я считаю, что, опять, вы скажете, это не след, кто вспомнит, кто не вспомнит, но это действительно большое дело, это крутое дело. Поются песни, пересматриваются с любого момента, включи человек, который знает эту картину, будет смотреть его с любого момента. Вся сторона кричит в канале, вся сторона кричит тысячи чертей. Ну, опять-таки, вы скажете, что через 150 лет вот это забудется, но разве не круто стать частью истории? Разве просто для себя это не круто? Вы так говорите, как будто, да что там такое было, старик, ну, поехали, поиграли, там, хотел я, чтобы папа, мама были довольны, но ведь это мне нельзя признать, что это след в истории. Это след в истории, все-таки мы, и там мы жили на этом, лично я воспитывался на этом, и музыка Дунаевского, стихи дяди Юры, это все же, но это великое дело все. Ну, почему вы хотите все в эту черную обертку завернуть, что вот, ну, к чему, дофига. что у кого-то есть совсем другое мнение по этому поводу. Я просто отношусь к этому несколько иронично, вот и все. Не вижу в этом подвига. Это работа, которую нужно выполнять максимально идеально, максимально профессионально. Если это сделано, у тебя все очень чисто. Если нет, отсюдить, судя по всему, не надо. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Михаил Сергеевич сказал, что вообще я стал артистом, потому что... Ленивый. Да, потому что была, да, такая фраза, это я знаю. Нет, не то, что ленивый, а мне так было классно, что ты вроде ничего не делаешь такого, не таскаешь мешки и деньги за это хорошие. Ну, не хорошие, просто, потому что я ничего не умел вообще после музыкальной школы. Куда еще пойти? В кальцинаторию я не пойду. Копать и не копать. Вот еще две профессии, которые у меня есть. А там действительно, ну, я в школе играл, какие-то отрывки, там, Чехова, Горького. Кушать подно сказать смогу? Смогу. Трудовая книжка в театре? В театре. 70 рублей принесу, там принесу за месячную работу. А там дальше как пойдет. Ну, хотя бы и причаститься, самое главное, с людьми, с которыми я хотелось бы там быть. Вот. И действительно так, особого труда, чтобы поступить в театре, не было никакого. Мы выучили лишнего. Нужно было прочесть четыре строчки прозы. Я выучил четыре страницы прозы. Зачем-то? Потому что никто не слушать будет. Нет. Басни, стихотворение, спеть. Все. Я мог не поступить. Конечно, мог. Тогда бы я задумался крепко. Тогда была бы интересная судьба, потому что я тогда полностью был бы растерянный. Пошел где-нибудь в ресторан играть топером. Я, кстати, никогда не знал, что у вас была рок-группа, что вы колотили какую-то рок-группу. Ну, во-первых, я пришел в группу, это была Кочевники, одна из самых первых групп в Санкт-Петербурге. Потом еще несколько групп было. Ну, последняя была с Ермолином, с Сильвер, где мы пластинку записали. Вот. Но дело не в этом. И это было хобби, увлечение, мода. У кого-то это превратилось в профессию, у меня, слава богу, нет. Сейчас в кругу друзей поете? Нет. Только если это необходимо для работы. Только для фильма или в спектакле. А в кругу друзей не нет. У меня друзья такие же, которые уже заткнут, если они услышат, как я пою, что всем уже вот пение. Нет, нет, нет. Исключено. Но это, на эту тему очень много анекдотов. А ты стрельни. Помнишь, у тебя же артиллериста. Вот. Нет. Есть потрясающие вещи в жизни. Утро, день, вечер, ночь, осень, весна, лето. Это пропущено напрочь. Вот сейчас, благодаря пандемии, я впервые знал, что такое восход солнца, что такое вечер. то есть, я вставал когда хотел, ложился, когда хотел. Я никуда не торопился. Мне никто не звонил. Я отключил телефон. Было такое наслаждение. Я увидел, как распускаются листья. Я увидел, как они часто начинают опадать. Я увидел и весну, и осень. Никогда не видел. Уже приходишь в летний сад, все желтое уже, Листья жгут, листья жгут. Все. Не видел ничего. Сейчас я наконец-то впервые посмотрел, на что похоже времена года. Кстати, говорили о том, что пандемия может что-то изменить в плане сознания. Ну, в этом смысле, да. Дай бог, что она никого не коснулась физически, серьезно. А психологически она может очень даже хорошие принести такие плоды. Вы на даче были? Да, целиком полностью. Вы вообще не думали вот так перебраться за город и сюда? Конечно, во всем думаешь, мы сможем ли. Просто потому, что в школу ходить нужно внукам. Нужно помогать им. Дочка работает в театре, зять работает в театре. Нужно. Одному мне там делать нечего. Хотя, наверное, я бы смог прожить несколько там недель, месяцев один. Я человек очень нетребовательный. Скучновато было бы, конечно. Мне понравилось, как вы сказали, про материальные блага. С учетом того, что, конечно, в Союзе у нас было много, ну, чего не хватало там. Хотя, я, например, полный сторонник того, что лучше на белой шестерке и с джинсами, чем со стрессом в голове, пожив долгое время на Западе. Вот. И мне понравилось, что вы скажете, что вы никогда не относились так серьезно ни к каким материальным благам. Вот. А несмотря на то, что вот было тяжело, как вы говорили, ну, нужно было мужчине заработать деньги, вы в какой-то момент подуспокоились или все это гонка, гонка за тем, что, так сказать, поддержать уровень жизни, она вас заставляет работать? Была, и существует еще какая-то гонка, но это инерция. То есть, уже перебор. Уже перебор. Но как бы без этого допинга я уже как бы не могу. И вообще ничего не нужно. И вот научиться отказаться, я еще до сих пор, я могу сказать всем своим администраторам, я больше не работаю. Все. Алим Хатерич, вот тут концерт, предложи. И каким-то еще по инерции соглашаешься. Едешь, мужик, уже практически далеко никуда не едешь. В пределах Петербурга, дай бог. На всякий случай. На черный день. Вот. Ну, а так все. Нет. Что касается меня, для меня все желания материальные закончились. Если бы только помочь детям и внукам. Ну, что ж, чем помочь, не знаю. Хорошо отдохнуть летом, купить велосипед, не знаю, что там может быть интересным внукам. Вот и все. От машин все отказались. Уже и сын, и дочка на машинах не ездят. Потому что они пользуются только... Такси? Такси, да. Это гораздо выгоднее. Так что, у нас, дача, машина, дубленка, что там еще, махеровый шарф, гитара. Все. Даже с гитарами беда. Если раньше, опять же, достать нужно было, Хофнер, Реккенбекер, не знаю, все есть, в любом варианте. Даже ходить в магазин, по телефону. Мне, пожалуйста, Джоновскую, пожалуйста, гитару, да, пожалуйста. А мне, пожалуйста, левосторонний Хофнер, да, до левой руки, да, скрипочку. Принесут, и поцелуют еще. А у вас коллекция есть какая-то? Есть. То есть, все гитары, которые были, убирался, есть у меня. И 12-стронный, и Реккенбекер, Харрисонский, и левосторонний, скрипочка, и правосторонний, и Реккенбекер Джоновский, с маленькими ладами. Долго собирали вы эту коллекцию? Нет, нет. За один раз, почти половину, когда я приехал в Америку, там все висело. Покупай, не хочу. Гречи, будьте добры. Я думаю, когда я тебя увижу, только на фотографии смотрю, Джордж, тяжелый, пожалуйста, любая. Но это какая-то реализация мечты была из того времени? Ну вот она и не, то есть она есть, вот, на, держи, ну что теперь я, они только занимают место, эти гитары. У меня мысли, у меня же дома огромное количество пластинок, книг, статей, фотографий, можно собрать, это все в два сундука, в три, и отнестили какой-нибудь праздник на день рождения Джона, просто раздать людям, потому что, ну куда с собой моего не утащишь? Кроме меня, никому это не нужно, ни с соседем, чтобы, это раньше, ой, сержант, пойдем, послушаем все вместе, фотография там еще, а сейчас так никому не нужно, у меня сотни майк с бетлами, где я покупал в Голландии, в Америке, во Франции, чтобы у меня были бетлы здесь, ну и сейчас эти, они уже все, в труху превратили все эти майки, всякие брелки, часы, ну в общем, все, что только можно, сберелся, у меня есть, а теперь нужно кому-то отдать, вовремя, прийти и сказать, вот, господа, и тоже, наверное, не у всех, это все равно, чтобы мне принести, не знаю, дюк Эрингтон, фотографии, и, так сказать, его инструменты, ну спасибо, здорово. Дети не стали бетламанами? Нет, они слушали, конечно, с огромным уважением, но они дальше идут уже. Четверо внуков у вас? Да, два мальчика, две девочки. Вот у вас, наконец-то, глаза улыбнулись. Ха-ха-ха. Но очень хороший, 21 старший и один годик младший, так что, такой диапазон мощный. Можно назвать вас таким, ну, не сумасшедшим дедом, который вот как бывает? Нет, ну я не сумасшедший, нет, просто это, это спасательный круг, в общем-то, дает стимул для жизни. Хочется поднять на руки, хочется по лестнице спуститься, подняться, отвезти в школу, привезти, встать рано, помочь, что чем-то еще нужно. Я очень верю в то, что все-таки есть передачи «Умники и умницы», и там такие чистые, замечательные, дети умные, на которых можно положиться. Жалко, что их таких мало показывают люди, которые являются нашим будущим, которые с чистой, родниковой совестью и с душой такой же чистой и обнадеживающей нас. Вот это мне очень бы хотелось увидеть. Не в себе, а вот в будущем нашем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok